В Краснодарском крае по данным регионального Минсельхоза на сегодняшний день насчитывается свыше 565 тысяч голов крупного рогатого скота. Это статистика по всем формам хозяйств, то есть большим и малым. Один из лидеров по увеличению поголовья Лобинский район. Здесь, кстати, работает единственная в Краснодарском крае агрофирма, которая специализируется исключительно на мясных породах КРС. Туда-то землеход и направляется. Вы видите телят? Телята похожи на маленьких козлят. А, ну точно, прибежал. Там прибежал калмучонок, и они могут чью-нибудь мамашку и подсасывать. Стреплойн, рибай, балайкангу. Пять лет назад на этой агрофирме решили завести одну из самых популярных в мире мясных пород – абердин-ангузскую. Начали с 300 голов и теперь дошли до 2000. Правильно я все говорю? Это первый заместитель генерального директора Виктория Вертелецкая. Вы все знаете о коровах и сейчас все нам покажете. Почему абердин-ангузская? Вот такой у меня вопрос к вам первый будет. Ну, посмотрите, какие красивые животные. Они черные, статные. Они черные, статные и с очень хорошим характером. Это спокойные животные, легкие в уходе и в обслуживании специалистами. Покажете поближе? Обязательно. Пойдемте. Наши телята дают полтора килограмма в сутки при весе ежесуточно. Для обычных средних пород килограмм 100, килограмм 200 – это очень хороший показатель. На некоторых фермах раньше считалось 700-800 грамм уже нормальные цифры были. Но мы пытаемся еще развиваться. Вообще, эта порода может достигать до двух килограмм при весе ежесуточно. Так что это то, к чему мы стремимся. Но это зависит от кормов, да? Это зависит в первую очередь от кормов. Но это, конечно, генетика. Допустим, мы кормим одинаково быков, но наши быки дают полтора килограмма. А быки, которые мы завозим из других хозяйств, они такой при вес не дают. Но кормление, конечно, играет основную роль. Для того, чтобы животные приболяли в весе, они должны хорошо кушать. Для того, чтобы они хорошо кушали, корма должны быть вкусные. Все этот процесс такой начинается от посева тех культур, которые идут на затоку кормов. Заготовка кормов непосредственно в сезон. Это у нас сенаж, силос. Также мы заготавливаем карнаж, ну и, соответственно, концентрированные корма, это комбикорма, широта и все остальное. А карнаж, это же из кукурузы делается, и вы едва ли не единственные, которые этим занимаетесь. Да, у нас, наверное, скорее всего, да. Вот это тот самый карнаж, который вы изготавливаете, правильно? Да, это один из основных кормов, как бы не самый основной для корма. Мы заготавливаем практически одни такой корм. Он, значит, специальный комбайн убирает кукурузу с влажностью 40%. И здесь прям вот кукуруза, да? Да, комбайн оснащен специальной насадкой, так называемой корм-крекером, которая перемалывает кукурузу вместе с початком и немножко ее вот так вот раздавливает, расплющивает. Для того, чтобы вот эта вот рубашка, да, уходила? Вот тут чуть-чуть совсем оставалось. Да, немножко остается рубашки, но в основном кочерыжка и зерно. Потом это зерно вместе с закваской закладывается в силосную траншею и тяжелыми тракторами, по принципу силоса, укатывается, утрамбовывается. Ну, в данном базу у нас помощь Геррифорда с казахской белоголовой, ну и, соответственно, казахская белоголова в общей массе присутствует. Здесь попадаются Геррифорды, попадаются калмыки. Ну, здесь в основном казахская белоголова выведена, она еще в Советском Союзе. Она какого плана? Мясного направления. Закупаем мы их в тех районах, где похолодней. Привозят нам их в полугодовалом возрасте примерно. И вы их откармливаете до какого возраста? Мы их откармливаем до, ну, год и три, год и четыре. Ну, кто полтора года. Порода абердинангусская, так называемый блэк ангус. Блэк ангус, ух! Все ее знают, это самое лучшее мраморное мясо, самые лучшие стейки мраморные, которые в ресторанах продаются задорого. Стреплойн, рибай. Стейк из мраморной говядины, в моем понимании, это едва ли не вершина кулинарного искусства. Мне до нее далеко, готовка вообще не мое, поэтому рассказать об идеальных стейках я доверю шеф-повару и ресторатору Ивану Мандрикову. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван, с вас гастрономическое волшебство, с меня внимательный взгляд. Все без проблем. Мясо, нам надо, чтобы оно немножко отдохнуло. Мы накроем его, тошим. Все, поехали. Готово? Готово. Ой. Это невероятно нежное, вкусное мясо. Честно, я вкуснее, я не пробовала. Смотрите программу, а я продолжу. Мы начали заниматься мясным скотоводством с 17-го года. В 19-м году мы получили статус племенного репродуктора. То есть это наша сейчас основная порода, по которой мы имеем племенной статус. Нам очень интересно выращивать племенных буков и продавать их именно на воспроизводство, не на мясо. Конечно, на мясо тоже, потому что это, как я сказала, очень хорошее мясо, очень качественное. Но таких быков жалко продавать на мясо. Вы вот заговорили про продавать на мясо, они от нас все отошли. Да, сегодня мы грузим, более 80 голов у нас покупают люди, именно как быков-производители. Они будут улучшать нашими быками свое маточное поголовье. Потому что наше потомство, телята от наших быков, намного имеет лучшую генетику по сравнению с другими породами. Ну вот, смотрите, тут у нас интересный. Чужой теленок с того... А, ну точно, прибежал. С того, как он прибежал, калмучонок. И они, ну, хитрые, они могут чью-нибудь мамашку и подсасывать. Не свою. Характерные черты Абердин-Ангузской. Породы не только, ну, очевидный черный цвет, но еще и отсутствие рогов, как у коров, так и у быков. Порода камолая. А еще мне кажется, что они очень статные, но пугливые. И вот сделать с ними фотографию крайне сложно. То, что получается только... Общий план. Фотоколлекцию землехода сегодня пополняет прекрасная Галина Садова и ее не менее прекрасные козочки. Вообще, все жильцы Агольской фермы настолько фотогеничны, что Галина иногда создает небольшие видеоклипы. Кстати, в прошлом году Галина Садова взяла серебряную корону на конкурсе красоты миссис Туапсе. Присылайте и вы фото и видео своих домашних животных, курочек, козочек, коровок, баранов, всех, кроме кошек и собак. Программа у нас аграрная. Присылайте на наш номер в WhatsApp с пометкой «Для землехода обязательно». Лучшие модели попадут в эфир Кубань-24 и станут героями следующего выпуска землехода. Жду. Мы на ферме номер один и здесь занимаются другой породой, тоже мясной, это шароле. Правильно, Елена? Да. В чем особенность именно этой породы? Чем она отличается от абердинов? Шароле скороспелые животные. Масса их тела достигает 1100-1200 килограмм у быков. Это какому возрасту? Годовалому? Нет, не годовалому, это взрослых быков без водителей. У них сложный отел бывает. И крупные телята рождаются за счет крупных телят у них такой отел. У абердинов хороший материнский инстинкт развит. Они слишком к своим телятам хорошо относятся и иногда даже не подпускают к себе человека. Шароле более спокойные. Виктория, скажите, пожалуйста, почему решили разнообразить, так сказать, свой породный ряд еще и шароле? Почему шароле? Александра, вы знаете, это была давняя мечта Александра Владимировича. Генерального директора. Он очень мечтал, ему очень нравилось. Он много путешествовал. Он был во Франции, он видел этих животных, видел фермы с шаролеской породой. И его была мечта себе приобрести. В прошлом году, в январе месяце, нам удалось купить 200 голов. Это 100 в Венгрии, 100 в Эстонии. Привезти не теле, это уже стельных телок. И несколько быков-производителей. Люди узнали, что у нас есть шаролеская порода. Мне звонили, буквально там два звонка минимум было в неделю. Продайте нам быков-производителей шароле. Я говорю, да мы еще племенный статус не получили. Они говорят, нет, нам все равно, но мы хотим быка. Мы знаем, что если крыть шароле, то потом вообще там золотые телята получаются. Но от потомства телята, которые рожденные, именно они очень ценятся на мясокомбинатах. Потому что такого мяса, как у шароле, у других животных нет. То есть даже у абердинов не такое? Ну вот у шароле еще лучше. То есть это светлое мясо, и при этом оно не бывает жирным. Скажите, вы как руководитель направления животноводства вашей агрофирмы, к чему бы хотели прийти? До чего дорасти? Ну, перспективы мы хотим заплемениться еще по двум породам. Это мы хотим получить статус племенного хозяйства по породе шароле и по калмыцкой породе. Мы хотим развивать породу шароле, потому что на сегодняшний день, кроме нас, вернее, мы еще не племенное хозяйство, надеемся в этом году стать. Одно всего лишь племенное хозяйство находится в Калининграде. А это одна из самых популярных и хороших, интересных пород вообще во всем мире. А у нас они не сильно развиты. Плюс у нас в планах построить еще одну большую ферму на 2000 голов. Я, если не в этом году, то, возможно, в следующем. Поэтому здесь большой еще. Большой раз для плюсов мы говорили, что увеличить от корм до 1000 голов. Поэтому есть к чему стремиться. На этой агрофирме, казалось бы, есть все для роста и развития. Свои поля для выращивания кормовых культур, собственные пастбища и огромное поголовье лучших в мире мясных пород. Нет только переработки. Кстати, одно время завод собирались построить вот здесь, через дорогу. Но это потребует больших сумм, в среднем от 500 до 700 миллионов рублей. На такие инвестиции компания пока не готова. Но проект уже существует. Осталось заработать деньги. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Мы будем давать ответы. А землеход отправляется на поиски очередных героев. Увидимся!